руминации при тревожном расстройстве когда человек определенное время находится в тревожном расстройстве то он попадает в руминацию что это такое это когда вы попадаете постоянно отслеживаете свои мысли постоянно смотрите за своим состоянием тела когда вас ломает вы все это контролируете вы все это отслеживаете это получается такой момент как будто вы постоянно находитесь внутри себя и вы как бы видите что ну картинка что происходит вокруг вас но вы все равно постоянно заняты вот этим моментом отслеживания наблюдение за мышлением отслеживание за состоянием тела вы постоянно пугаетесь вы постоянно об этом думаете как мне это надоело как я устал вот это и есть такой момент руминации нахождение постоянно внутри как бы себя вот этими всякими моментами и человек не осознавая это его постоянно вот это крутит 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 и оно получается как бы такой замкнутый круг наблюдение за собой то бишь что с вами происходит какая стоит задача что делал я когда я уже находился за многие годы то есть вот в этой выученной привычки мозга все это следить контролировать мысли вот эти контролировать все что с тобой происходит внутри контролировать задача состоит в том чтобы переключиться от всего этого то есть как бы выйти с себя выйти наружу выйти на мне на внешний фон увидеть тоже то есть не увидеть а сосредоточиться то есть переключить мозг на то что происходит вокруг вас этот момент называется здесь и сейчас то есть вот что стоит перед вами что находится перед вами вот потому что еще при тревожном мозге он постоянно вас буду гонять то вперед там как бы думаете завтрашний день ой снова плохо возвращаетесь во вчерашний день там тоже все плохо вот и вот это замкнутый тип вот этого мышления он как бы есть вот такая руминация потому что мы постоянно думаем про как бы про наше состояние что с нами происходит вот когда я уже занимался начал заниматься кпт вот эта вещь она где-то происходит она и происходит после того как вы справляетесь с паническими атаками и сильным сильной психосоматикой так называемым неврозом когда мы этот вот уровень понижаем а то мы попадая вот в такую ловушку постоянного вот этого всего отслеживания насколько я вот сейчас вспоминаю как было у меня да хорошо еще про это рассказывает сергей бурдуков по моему фамилия бурдуков сергей он есть на канале да в этот парень тоже был его смотрю ролики действительно я думаю что он тоже через это прошел я даже уверен вот и у нас стоит задача вы щелкиваться вот с этой руминации то есть вы выскакивать вот с этого наблюдения и кручения то есть кручение наблюдения себя как бы внутри вот это все как это делать как это делал я когда я находился на улице я часто выходил из квартиры на улицу и я просто шел по городу и и вот как бы пытался увлечь свой мозг на то что находилась вокруг меня то есть вот я иду стоит дом я считаю стараюсь считать в доме окна как бы увлечь мозг переключить вот на эти вещи на деревья там на небо на крыши вот все что вокруг вас находится я пытался увлечь мозг чтобы он обратил внимание на это но это получается не сразу это очень тяжело сделать потому что мы ну и по крайней мере я долгое время находился в этом состоянии и соответственно вкручиваясь в него ты постоянно про это думаешь и вот это привычка постоянного думания про это и плюс вот это все отслеживание она укрепляется в мозгу то бишь в мозгу получается вот такая программа такая программа постоянно думать об этом и она там укрепляется и укореняется она уже получается выученной привычкой и поэтому чтобы разорвать вот этот замкнутый круг вот этого тревожного расстройства приходится прикладывать немало усилий приходится прикладывать немало усилий потому что как я такие мысли приходили блин хоть эту голову отрежь ё-моё так от этого ну устаешь и думаешь блин но понимаешь что голову не отрежешь если там рука болит то ее там можно там проперировать там чего-то сделать ну короче как-то убрать этот болевой симптом то с головой таких процедур не приведешь но конечно можно выпить там транквилизаторы которые у вас как бы притормозят это мышление собьют то есть но иными словами в народе говорят получится вот таким овощем но я принципиально шел без таблеток я уже рассказывал почему потому что смотрел ролик арнольда шварценеггера если у вас есть план а и б и вы думаете если у меня то здесь не получится то я применю план б и если у вас есть план б это у вас ничего не получится вот почему-то он мне так засел мозгу и я понимал что я должен с этим справиться как бы без таблеток хотя иногда я выпивал пробовал но они на меня как бы не влияли я и лирику пробовал пить там и куцепин несколько раз мне выписывали она меня куцепин меня вообще потом не брал вот ну ладно вернемся изначально чем мы говорили вот и я выходил на улицу и вот так шел и пытался переключиться вот с этого состояния оно такое вот вот это вся симптоматика тела мает и вот такое ощущение что у тебя постоянно ты вот болевой такой синдром и как бы вот ты крутишься там ты все время как бы в своем мозгу вот и крутишься там крутит 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 как будто постоянно вот это видишь ты постоянно это видишь вот это все отслеживаешь и никак не можешь вот от этого как бы переключиться но путем тренировок вот я ходил считался смотрел считал окна смотрел на деревья я понимал задачу которую я должен чего я должен достичь то есть то есть я должен заставить свой мозг это я понимал чтобы он у меня пересчелкнулся на что-то другое вот вот так делая на улице там ехала в машине смотрел на блока там на деревья которые вокруг меня я постоянно пытался переключаться учиться дома у меня есть такое упражнение в моем предыдущем ролике это навигатор получается там я рассказываю как она должна как она работает это упражнение то есть находясь дома я постоянно ходил по квартире и вот дублировал смотрел там нога рука вот кружка чашка и постоянная этаيت в его в таком темпи и как вам объяснить как как говорят в темпе вальса то есть постоянно 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 постоянная вот это дел проговаривал дел проговаривал дел проговаривал дел как не останавливаюсь вот эти вещи и в один прекрасный момент я заметил что у меня получилось перри щелкнуться то есть меня как бы как говорил там знакомый парень которому я помогал выбросила меня меня выбросила вот с этого наблюдения то есть я перещелкнулся вот и я понял что что мне нужно это развивать дальше учиться переключаться да есть там психологи дают такие упражнения там посчитаете 5 предметов которые находятся вокруг вас но когда вы в руминации это не сработает это не сработает потому что этого мало вы должны задействовать как бы все вы должны двигаться идти свое зрение задействовать постоянно проговаривать вот смотреть на окно и говорить вот одно окно вот второе окно и вот так вот вот постоянно делаешь делаешь дать делаешь в упражнении своем я там рассказываю как это ты увлекаешь свой мозг вот всем управляет мозг поэтому нужно максимально забрать у него и не инициативу чтобы он не гонял чтобы вы не думали про это то есть зрением голосом всем ну движением управляет наш мозг и поэтому когда мы его занимаем то мы у него забираем как бы пытаемся забрать инициативу чтобы он нас там не крутил не гонял не проверял вот это вот это все и вторые моменты следующие моменты это я вам только рассказываю как один из моментов как я работал с руминацией это только один из моментов второй момент у вас будет как бы мысли забегать вперед завтрашнего дня у вас будут приходить мысли завтрашнего дня и вы будете думать как бы завтра будет снова плохо и это забирает силы в этот момент я себе сразу оспаривал вот эту мысль завтра будет лучше и пытался вернуться в момент здесь и сейчас снова вернуться к своей тренировке переключения если мозг меня закидывал во вчерашний день то я учился искать вот эти маленькие моментики где у меня уже получалось на какую-то там минутку переключиться там или с справиться с ненаблюдением там как бы за какой-то симптоматикой то есть выбирал вот эти маленькие моменты успеха своего не то что мозг выдает общую картину все плохо там плохо все а вот именно учить мозг избирательный искать хороший момент вот вот что я вам хотел сегодня рассказать про руминацию когда человек находится в тревожном вот этом тревожно-депрессивное там состояние там но можно туда и укр включить то есть вот в таком моменте постоянного вот этого наблюдение отслеживания гоняния думание про это вот вот в этой так называемой руминацию восьми ну она рисуется такой восьмерочкой руминация это постоянное проматывание одного и того же как бы получается по кругу вот она гоняет 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 так вот стоит эта задача выщелкнуться вот с этой руминацией но но на начальных ну вот в этих стадиях когда ты это проходишь без специалиста очень тяжело самому разобраться потому что зачастую ты попадаешь вот в эту руминацию и человек даже он не замечает что он туда попал вот он крутится и он не сознает что он туда попал вот в чем дело и поэтому уже потом со временем когда вы начинаете понимать по своему дискомфорту либо по этим мыслям вот навязчивым которые гоняются когда вы думаете про вот про это все вы уже тогда начинаете определять что вы попали и начинаете как бы выходить с нее выщелкиваться но но вот это все вот как бы тяжело тяжело сделать потому что там она все ходит в комплекте но ходит то одно то другое то третье то пятое десятое и у меня мне приходилось вот совсем вот одно в том если с мыслями там ты ды 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 вы щелкиваться с этих руминация но все вот в совокупе там валит вот тебя крутит вертит вот постоянно какие-то ды 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 вот эти симптомы мысли и кручения и вот это все ну как как вам сказать вот как такая вот каша вот варится варится вот 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 такой момент вот в этом разбираться так ну на сегодня наверное все что я вам хотел рассказать то есть само понимание того что нужно сделать она и ведет путем тренировки и ведет уже к результату вот когда человек понимает что вот ему нужно учиться переключаться он начинает это делать тренироваться упираться и идти вперед она выскакивание с этой руминации очень тяжело это такая как бы работа на выносливость вы не можете вы вам тяжело но это надо делать но это надо делать не останавливаясь мне приходилось ходить день и потом снова включается ты снова пытались с нее переключиться переключиться и потом с течением времени в какой-то момент это уже начинает получаться вот это пересчелкивание со всей вот этой наблюдение жвачки вот вот этой всей ерунды которые происходит внутри нас вот спасибо за внимание за то что вы меня смотрите я пытаюсь вам рассказать что и как происходит и делюсь своим опытом что делал я все спасибо большое